Я, Окачоби, Флорида, Радио Майами Интернационал. Вы можете узнать больше о WRMI на нашем веб-сайте. WRMI.net Это WRMI.net Взберите наш веб-сайт и поделитесь в вашем веб-сайте. Инструкция, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Радио Свобода. Забытие минувшего дня. Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной. Треть погибших это старший и высший командный состав. На звании от майора до генерал-майора. Об этом говорится в исследовании издания Медиазона о погибших российских военных. Медиазоне удалось изучить сообщение о гибели более 1700 россиян в войне, появившихся в открытых источниках. Согласно исследованию, большие потери армии несла с первых дней войны. Большинство погибших военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках, Дагестане и Бурятии. Россия не раскрывает потери в войне с Украиной. В последний раз официальное сообщение об этом было ровно месяц назад. Тогда Министерство обороны заявляло о гибели 1351 военнослужащего. Украинская сторона, не раскрывая свои потери, заявляет, что Россия потеряла убитыми более 20 тысяч человек. В здании Министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Террасполе произошло несколько взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики. По предварительным данным, по зданию стреляли изручного противоположного гранатомета. Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен военный контингент российских миротворцев. 22 апреля представители Минобороны России заявили, что целью следующей фазы спецоперации в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. В новом российском законопроекте об иностранных агентах, внесенном в Госдуму 25 апреля, появились основания для исключения граждан из реестра иноагентов. В том числе человек может сам подать заявление об исключении себя из реестра. Текст опубликован на сайте Госдумы. Ранее утвержденного...